Так вот, от такой лирической темы мы постараемся сейчас перейти к кое-чему более такому прагматичному. Вот вы в Москве работаете в Институте океанологии Академии наук. Вы много раз ходили в интересное плавание, и на Дмитрия Менделеева, и на Курчатове, и на Витязе. Вы ведь на Витязе, по-моему, отводите, то искали. — А? — На новом месте. — На новом? Я знаю, что их было несколько, да, на новом месте. — Было 4, да. — Вот говорят... — А это старое. Я на старом в свое время где-то побывал, это уже Музей Мирового океана. Лучше в мире, говоря о вас, я объездил многие Музеи Мира, лучше, чем наш Музей Мирового океана в Кринграде в мире нету. Очень советую посетить, не пожалеете. Совершенно потрясающе. — Ой, говорят вообще, что ученый просто обязан верить в сказки, иначе не было бы, не совершались бы какие-то серьезные открытия, которые часто просто буквально, наверное, на подсознательном уровне где-то существуют. Вот скажите, пожалуйста, вот сегодня вы уверены, что сказочная Атлантида на самом деле в далеком прошлом была? — Не, ну я доверю, что она была, но это ничего не значит. Дело в том, что сегодня приезжала группа «Стран-ТВ», снимала меня днем по поводу этой самой Атлантиды. — Видите, какая-то в Атлантида? — Вижу, красивая Атлантида. — О! — Ну да, она, так сказать, и сакулата была совсем не такая, но неважно. Все равно она красивая. Я верю, что Атлантида была. И верю, что Атлантида была, потому что замечательный русский историк Наталья Чедельман и Пушкинист, которые вместе начинали эту тему, мне просто, во-первых, меня повезло, я погрузился на аппарате в 1984 году на вершину подводной горы Ампер в четвертых милях Морисии Гебрантовского пролива и увидел через иллюминаторы, сфотографировал странные сооружения на плоской вершине подводной горы Ампер, напоминавшие развалины древнего города. Вот это, вот тут, да, вот тут, вот те, как в этой указке показать, да. Но во всяком случае, это первое. Второе, почему-то это Атлантида? Атлантида сказал весь вопрос в том, врал Платон или не врал. Любимый ученик Платона, величайший философ древности Аристотель, учитель Александра Македонского, считал, что его учитель Платон все это придумал. Платона обвинял в склонности к выдумке его учитель, великий Сократ. Так мог ли Платон придумать? Если бы он придумал, Платон был из рода Солона, одного из величайших мудрецов древности. Платон гордился родством Солона, он был из рода Солонидов. Мог ли Платон, настоящий грек, вложить заведомую ложь в уста столь уважаемого предка? Ибо от имени Солона ведется разговор в одном диалоге Критии, от имени другого родства, не менее уважаемого. Я думаю, что он не мог вложить ложь в уста своего такого предка. Для грека это было невозможно, было преступлением. Поэтому я верю Платону. И следом за Платоном пытаюсь расшифровать с научной позиции те немногие сведения, которые содержатся в литературных произведениях. Я не буду подробно от этого останавливаться, сегодня полтора часа перед Абиксиевым все это излагал. Все это есть в главе «Сколько милей в Атлантиде» в книге «След в океане» здесь присутствующий. Но на самом деле, если хотите, самое интересное, что моя старая песня про Атлантиду, наиболее точно рисует проблему. Могу спеть? Если есть время. Ну давайте послушаем! Просто в конце чуть-чуть еще не споем. Продолжение следует...